В любую току религиозные воззрения являлись важной частью восприятия нашего мира различными культурными общностями. Но несмотря на то, что все мировые религии проповедуют мир, покой и гармоничное развитие, в последние полвека противоречия на религиозной почве стали все более заметными. Мы видели слишком много конфликтов, в которых религию использовали в политических целях. В этом смысле наша страна является одним из немногих островков религиозного согласия, отчасти выбиваясь из общей мрачной тенденции. Несмотря на то, что казахские степи издревле населяло множество народов разные конфессиональные принадлежности, в современности наш опыт по развитию межконфессионального диалога имеет особую ценность и весьма востребован. Первый президент Нурсултан Назарбаев с самовосстановления казахстанской независимости делал акцент на важности межрелигиозного согласия. Любая конструктивная, а не разрушительная идеология в Казахстане должна учитывать то обстоятельство, что наше государство является не только многонациональным, но и многоконфессиональным. Важно, чтобы последователи различных вероисповеданий могли осознать сопричастность к созданию новой государственности, были кровно заинтересованы в ее укреплении и развитии. В данном случае следует подчеркнуть, что несмотря на историю советской религиозной политики, новое независимое государство подтверждает светский путь развития. Многие ожидали изменения ситуации, но важно не упускать из внимания тот факт, что светский характер государства дает ему основания поддерживать все конфессии и создавать условия для диалога между ними. Именно об этом пишет первый президент Нурсултан Назарбаев в своей книге «Стратегия независимости». Вместе с тем необходимо довести до сознания всех, что светский характер государства позволяет наиболее демократично решить вопросы свободного выбора любой религии или атеизма, обеспечивает равенство конфессий. Государство со своей стороны провозгласило политику невмешательства в религиозные дела. Этот подход был отражен в весьма прогрессивном законе о свободе вероисповедания и религиозных объединениях от 1992 года, который стал фундаментом всей религиозной стратегии казахстанского правительства. Уже в марте 1995 года, всего через три с небольшим года после получения независимости, по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана. Одной из основных функций данного института являлось укрепление межконфессиональной стабильности. И на этом поприще Ассамблея достигла немалых успехов. Неудивительно, что вскоре опыт нашей страны стал рассматриваться во всем мире как модель успешного сосуществования различных религиозных групп. Это становилось все более очевидным, особенно по мере весьма значительного роста глобальной религиозной напряженности. В феврале 2003 года в ходе выступления на Международной конференции мира и согласия в Алматы казахстанский президент выдвинул идею проведения межрелигиозного форума на территории республики. Впервые в казахстанской столице прошел съезд лидеров мировых и традиционных религий. Символично, что такая встреча состоялась в самом сердце Евразии, где исторически пересекались и взаимодействовали самые разные вероисповедания. Именно поэтому предложение первого президента Нурсултана Назарбаева было воплощено в жизнь в сентябре 2003 года. После известных терактов 11 сентября разногласия между разными религиозными общинами резко обострились. В связи с этим остро осознавалась необходимость возобновления всестороннего диалога в целях снижения градуса напряженности. И в данном контексте Казахстан мог предложить собственный успешный опыт. Саммит обрел признание международным сообществом в лице его самых авторитетных представителей. Джордж Буш, Кофи Анан, Маргарит Тэтчер, Дзян Зимин, Нельсон Мандела и многие другие поддержали начинания Нурсултана Назарбаева. Таким образом, успехи казахстанской модели укрепления и развития межконфессионального мира были подтверждены на самом высоком уровне. Также весьма показательно, что по итогам первого съезда участники договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, что говорит о продуктивности такого формата дискуссий. И с тех пор каждые три года на казахстанской земле собираются религиозные лидеры со всего мира. В целом можно говорить о том, что съезд религиозных лидеров вносит ощутимый вклад в укрепление международного имиджа нашей страны как честного брокера. В любых конфликтах Казахстан всегда придерживался нейтральной позиции и был равноудаленным игроком, максимально приближенным к объективной точке зрения. И это повышает доверие мирового сообщества к нашей стране. Весьма показательно, что в Казахстане, где большинство населения исповедует ислам с суннитского толка, проходили мирные переговоры по сирийскому конфликту, в который вовлечены главным образом общины суннитов и алавитов Сирии. В настоящий момент Казахстан по праву может рассматриваться успешным примером совместного проживания представителей разных конфессий. В этом отношении следует еще раз обратиться к роли первого президента Нурсултана Назарбаева. Решительность и стратегическое мышление лидера нашей республики стали главным залогом сохранения внутренней стабильности, без которой не могли бы состояться сегодняшние достижения в экономике и политике.